Сами топят печи, потому что им холодно, спят в одежде, в душевых антисанитарии. Русская служба новостей ЛТВ получила сигнал о возможно неподходящих условиях проживания в центре реабилитации Солес-Пебалга. Там лечатся дети, страдающие от зависимостей. Съемочная группа ЛТВ-7 отправилась в Яун-Пебалгу, чтобы проверить ситуацию на месте. О том, что мы едем в центр реабилитации Солес, его руководителю сообщаем уже на полпути в Яун-Пебалгу. Она не скрывает, что незваным гостям не рада. Через пару минут раздается звонок от главы местной думы. Он объясняет, что центр нас не пустит. Зданию Пебалгской основной школы 145 лет. Последние 4 года оно пустовало. В апреле прошлого года сюда вселился центр Солес-Пебалга. Здесь проходит реабилитацию дети, страдающие от зависимостей. Снимать внутри мы не разрешим, потому что нужна конфиденциальность. После непредложительных переговоров нас все же пускают в здание. Вы снимаете? Да, снимаем, так как не были уверены, что вы нас пустите. А когда не пускают, создается впечатление, что есть что скрывать. В разговоре становится понятно, откуда такое сопротивление. Проверки здесь бывают часто. Осенью работники центра сами информировали ответственные службы о проблемах. В основном у наших детей очень тяжелый опыт. Криминальные, административные нарушения, насилие, бродяжничество, психиатрия. Они всегда бунтовали. В 6-7 лет против того, что все время голодный или что от родителей нет внимания. Если ребенок из детдома, он бродяга, который не посещает школу, но редко с психиатрическим диагнозом. Есть семьи, где один брат употребляет, другой нет, а воспитывали их одинаково. Есть дети, которые требуют больше внимания, более чувствительные. Другая категория – это дети, которые вообще в жизни ничего не видели. Родители пьют. Обычно маленькие они говорят, я никогда в жизни не буду пить или употреблять наркотики. А в подростковом возрасте идут по стопам родителей. Употребляют все, во всех школах, и много. К нам попадают только те, с кем уже не справляются. Нас ведут по комнатам отдыха и занятий. Веранда. Сейчас мы ее не используем, но летом поставим мебель, и когда приедут родители, они там смогут встречаться с детьми. На дверях и стенах следы детской агрессии. Сделанный весной ремонт, через полгода уже надо обновлять. Один мальчик взял этот металлический шар и запустил в окно. А потом сам удивился, зачем. Вот такие они. Но мы стараемся увидеть в них хорошее. И когда они это понимают, они меняются. В этом коридоре начался ремонт. Дети делают его сами. Работники центра надеются, что вложив собственный труд, у них будет меньше желания рушить. Наши дети воровали в магазинах, не ходили в школу. Главные их заботы – есть, спать и достать деньги. Они поджигали остановки, машины, взламывали магазины, воровали мобильные телефоны у пьяных, дрались. Это их стиль существования в обществе. Так они обретают авторитет, получают внимание от полиции, родителей, руководства детских домов. Попадая сюда, они продолжают это делать. Хотят показать, что они тут главные. Это наши будни. Но получая от нас внимание, они начинают меняться. В центре сейчас находятся 23 подростка от 11 до 17 лет. Среди них три девочки. Психолог Агита Соловейко рассказывает, зачастую никто не хочет помогать таким детям. Девочка написала письмо, которое похоже на предсмертное. Мы его нашли. Вызвали медиков. Они констатировали, что девочка агрессивна, подавлена. Ее отвезли в больницу. Откуда мне звонит врач и говорит, чего вы хотите, чтобы я с ней делала. В Латвии полно таких детей. Еще хуже девочка с порезами на руках. Есть подозрение, что она хотела себе навредить. Отправляем ее в больницу, а потом она рассказывает. Врач сказала ей, что если она хотела покончить с собой, надо было выбрать способ получше. Хотим проверить достоверность поступившего нам сигнала. Но в спальне нас не пускают, ссылаясь на карантин. Души нам тоже не показывают. В классах тепло, холодно в коридорах. Отопление здесь действительно печное. То, что дети топят сами, руководство отрицает. Дети печи не топят. Им это запрещено. И они подписались в инструктаже об этом. В Яунпе Балкской думе нам сообщили, что выделили деньги на ремонт детских комнат. Пожароспасательная служба дала Центру время на устранение некоторых недочетов. На следующей неделе ситуацию в Центре обсудят в Министерстве благосостояния. Ян Рубинчик, Кришины Слейтыс, Латвийское телевидение.